Радио Болтком Доброе утро всем нашим слушателям. Действительно начинается программа «Климат-контроль». Олег Пик в студии. И с нами на прямой связи журналист, ученый, журналист, пишущий о науке, морской геолог Константин Рангс. Доброе утро, Константин. Доброе утро. Мы, в принципе, как, наверное, такие настоящие англичане, начнем разговор о погоде, а потом уже перейдем на проблемы климата, на современные какие-то последние новости из климатических каких-то событий. Что нас ждет в ближайшие дни, вот насколько установившаяся, казалось бы, такая немножко солнечно-теплая погода порадует нас настоящим летом? Ну, вообще, как уже отметили коллеги, на ближайшие несколько дней нас ждет такая замечательная солнечная погода. Температура будет подниматься и 22, 24, 25 градусов. Я говорю, в первую очередь, о Риге, конечно. В юго-восточной части, в Латгалии, температура может быть еще выше, поскольку она дальше от моря, и прогреваться она будет, разумеется, лучше. Вообще, надо сказать, что сейчас очень интересная ситуация складывается. Существует два циклона. Один из них около Исландии раскручивается, и, естественно, что когда он будет двигаться, он принес бы с собой и дожди, и холод. Вот другой циклон, уже вымирающий потихонечку, он в европейской части находится. Ну, и между ними два антициклона. Один, который сейчас над нами, а с юга еще подходит другой антициклон, Средиземноморский. Вопрос заключается в том, кто к нам потом, так скажем, прийдет первым. Это будет циклон, который принесет похолодание, либо эстафету одного антициклона. Это передаст он к другому антициклону, и теплая погода сохранится на всю следующую неделю, а, возможно, и на следующие выходные. То есть, как всегда, существуют варианты, но большинство вот этих вот систем надеются именно на то, что перейдет вот этот вот эстафета от одного антициклона к другому, и про погода на следующей неделе тоже будет у нас солнечная и теплая. Ну, что же, прекрасные новости. Я думаю, что они порадовали наших слушателей. Я напомню, что принимать участие в нашей программе можно и даже нужно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефон, куда можно присылать ваши сообщения. 2-3-0-6-1-9-1 на WhatsApp. Пишите тоже. Ну, и вот буквально день назад мы связывались за замгус секретаря Министерства регионального развития по вопросам защиты среды, и речь шла о пособиях, вот таких компенсациях на покупку электромобилей в размере 4,5 тысяч евро, которые со следующего года собираются выделить вот в министерстве. И я вот, госпожа Озова, с гордостью рассказал о том, что вот мы проблемами защиты окружающей среды и вообще вот зеленые какие-то вот все новые веяния занимаемся буквально каждую неделю. Есть специализированная программа, вот у нас есть специалист, эксперт Константин Рангс. Ну, и слушатели, вот прямо услышав о том, что владельцам, ну, тем, кто желает купить электромобили, будут давать такие большие скидки, тут же, естественно, посыпались возмущенные голоса. Вот та самая ситуация, которую мы обсуждали в наших, ну, вот, прошлых программах о том, почему все-таки людям, которые покупают более дорогие, скажем, вот, электромашины, электромобили, будут приплачивать, и за чей счет этот банкет не получится ли так, что мы из своего кармана будем платить, ну, достаточно богатым людям за их удовольствие ездить на электромобилях. И, в том числе, звонившие упоминали все вот эти аргументы о том, что, во-первых, многие электростанции работают, опять-таки, на угле, то, что батареи электромобилей очень сложно утилизовать, ну, и вообще при создании электромобиля наносится тоже вред окружающей среде. Вот эти вот все аргументы прозвучали вот в беседе с Алдой Узулой, и она вот, ну, пыталась как бы объяснить, ответить там позицию министерства. Вот, в принципе, как можно прокомментировать? Я думаю, что, да, можно как раз начать с того, что, опять же, с одной стороны, конечно, хорошо, что думается, и хоть какие-то никакие деньги, которые могут дать в качестве субсидий, это тоже, конечно, все очень хорошо, в первую очередь, для тех, кто эти субсидии получит. С другой стороны, всегда вот возникает вопрос, а из какого кармана, из какой кубышки эти деньги берутся? Деньги берутся из налогов, в том числе из налогов людей, которые, в общем-то, и так получают не слишком много. И отсюда возникает естественное вот это вот ощущение, что, собственно говоря, отнимают, как было всегда в человеческой истории, отнимают у бедных и дают богатым. Несправедливость социальная. Да, посмотрите, например, на ценник. Вот любой человек может зайти в интернет, я уверен, что подавляющее большинство наших слушателей так и делают, и посмотреть, сколько стоит, например, сейчас автомобиль, нормальный городской автомобиль, и не где-нибудь за границей, а вот у нас в Латвии, новый. Сколько стоит новый электромобиль, сколько стоит новый автомобиль, ну, допустим, на бензиновом или дизельном двигателе. И вы увидите разницу многократную. И вообще, посмотрите, я тут поглядел, автомобильчик такой известной европейской компании предлагает купить за 25 тысяч. Такая хорошая цена, 25 тысяч. Маленький автомобильчик. Дальше вот возникает вопрос, ну, вот дадут человеку 4,5 тысячи. Для него это что-то будет означать? Ну, так вот, кардинально. Ну, смотрите, вы собираетесь купить автомобиль за 25 тысяч, вам дали, условно говоря, 4,5 тысяч. Ну, пятую часть, 20%. Ну, приятно, конечно, приятно, слов нет. Но это не изменяет ситуации. Вы все равно можете купить и за 20, и за 25 тысяч этот электромобильчик, если вам очень приспичило. А если у вас ситуация такая, что у вас 10 тысяч, тогда было бы все по-другому. Например, были же новости в начале нашего года о том, что одна наутвийская компания собирается, ведет испытания и собирается выводить на рынок маленький, тоже такой маленький электромобильчик, который вроде бы должен стоить 10 тысяч. Вот если тогда к этому электромобильчику 4,5 тысячи, то это в два раза меньше тогда получается стоимость, и тогда человек заплатит 5,5 тысяч за новый аппарат. И многие начнут уже думать, то есть возникает следующий вопрос. 4,5 тысячи, просто фраза, это ни о чем. Для покупателя Теслы, навороченной, это вообще какие-то расходные деньги. Простите, если у вас есть там хорошо за 70 тысяч, то вы прекрасно, но есть и дешевле, но все равно это не те деньги, которые решат вашу покупку. Если у вас есть деньги на покупку хорошего, такого большого, мощного электромобиля, 4,5 тысячи, для вас это не решение вопроса. Не аргумент. Не аргумент. То есть это деньги для тех, кто собирается покупать и считает, в общем-то, каждую сотню. Вот для тех да. Может быть поэтому тогда и вот с моей точки зрения, и простого обывателя, может быть тогда есть смысл, что вводить вот эту доплату не покупателям дорогих машин, так скажем, крупных сегментов, да дорогих сегментов. А для покупателей машин, так скажем, не самого низкого ценового сегмента. И тем более, если эти машины бы даже пусть собирались бы в Латвии, но все равно там были бы свои рабочие, свои предприниматели. Это деньги как бы оставались большей частью в Латвии. Я считаю, что надо поддерживать в таком случае не просто тоже покупку, но и своего производителя, и своих, так скажем, сборщиков, рабочих. Вот в чем дело. Вот у нас есть звонок в тему, я надеюсь. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Игорь. У меня вопрос по поводу численности и пособий. Их дают только на покупку нового электромобиля или поддержанного ТОЗа? И второй вопрос. Есть еще в интернете продаются у нас в Риге небольшие электромобильчики, они стоят 7-8 тысяч евро. Если бы там был двигатель, то это скорее был бы мото-кар. Но так как там электромотор, это вот небольшие электромобили. Вот сколько на них идет помощь? Я сразу могу сказать, что на поддержанные электромобили сумма в два раза меньше. То есть 2250 евро выделяется. Это просто вот Алда Озела как раз вчера рассказывала. А вот на второй вопрос... Ну вот я как раз и хотел бы тоже... Это меня тоже интересует, что вот эти вот маленькие электромобильчики, когда у них цена оценивается примерно там от 8-10 тысяч, да? Будет ли эта покупка так же спонсироваться, как покупка, допустим, автомобиля какой-то там западного крупного или там восточного бренда? Это очень важно. Я опять же к этому обращаюсь. Если автомобильчик стоит 10 тысяч электромобилей и вам за половину даст государство дотации, то тогда это многие люди сразу об этом задумаются. И это будет их первый электромобиль в жизни, да? А если это будет распространяться только на, так скажем, брендовые, ну, мы, так скажем, импортируемые автомобили известнейших мировых марок, которые стоят 25, это считается недорогой, да? Вот. То в таком случае сразу эффективность этой акции падает мгновенно. Я хочу кое-какие цифры еще упомянуть. Недавно вот сообщалось, что по данным местной автоассоциации за 4 месяца этого года было зарегистрировано 14 тысяч 9 поддержанных автомобилей. 14 тысяч. Это так хорошо такое, ну, представь, хорошее количество. Почти 12 тысяч из них, вы вздумайте, 12 тысяч из 14, это были оснащены дизельными двигателями. Дизельными. Вот этими самыми, которых клянут в Европе, в Западной. 13 процентов или 1811 автомобилей с бензиновыми двигателями. То есть даже бензиновые двигатели, они в таком же, в загоне в таком, да? И 126, то есть, смотрите, 126 из 14 тысяч, это меньше одного процента. Это были автомобили с электрическими двигателями. Вот именно на эти 126 автомобилей и может в теории распространяться вот эта, так скажем, дотация в размере 2250 евро. Но посмотрите в любом портале, сколько стоят сейчас вот эти самые БУ электромобили. Они не стоят там очень редко, когда появляется что-то такое ниже 5-7 тысяч. И, по-моему, это уже хлам какой. То есть это очень важный момент. Мы приходим к вопросу о том, что кто может себе это позволить и кого будут поддерживать. И если хотят поддерживать реально широкие народные массы, простите за это пресловутое сокращение, да, то в этом случае нужно об этом прямо и говорить и ввести соответствующие дополнения в постановление о том, что касается это в первую очередь покупку автомобилей вот такого нижнего ценового диапазона. Есть же еще одна интересная вещь. Вот, кстати, в вчерашней вашей дискуссии, да, о заправках. Да, да, да. То есть электричество надо где-то закачать. И вот меня больше всего поразила такая фраза о том, что расчет идет не на строительство платных электрозарядок, которые позволяют заряжать большим током в короткое время. А типа того, что из дома можно. Вот я так себе и представляю девятиэтажки того же самого Пурсиэмса, Залитвуды, Имманты, у которых с девятого этажа вниз тянутся кабели своим автомобилем. Эти такие грозди, которые заменяют плющ. Потому что где еще человек может зарядить свою машину от домашней розетки, если он живет в многоэтажном доме, ладно, на первом этаже. А если он живет на девятом, на пятом этаже, то, что он должен у себя воткнуть, потом кабель выкинуть наружу, а потом подключать уже к машине. Замечательная идея. Во-первых, надо сказать, что любой специалист по технике безопасности, его кондрат хватит. Представляете себе, 220 вольт на улицу в условиях нашего далеко не пустынного климата. То есть факт и то, что людей будет бить током, это абсолютно ясно. Ну, я понимаю, что живут в другом мире, может быть, министры. Вот ключевое слово. Это замечательно. Отдельный дом, где рядом гараж. Естественно, возникает вот такая идиллическая картина. У каждого человека отдельный дом. Совершенно верно. Если у вас есть дом, рядом с домом закрытый гараж. С крышей как минимум. Вы заезжаете туда, тут же подключаете свою домашнюю розетку. Это все хорошо. Но, значит, получается, что все это рассчитано на людей, владельцев своих собственных домов. И вы сразу же отсекаете людей из многоквартирников. Нет, можно сказать, простите, что, допустим, в той же самой Скандинавии, в Финляндии, рядом с домами, на парковках стоит электричество. Да, стоит. И я такой штукой там пользовался с 2000 года. Действительно, купил машину. Разъем на самой машине был. Это было для того, чтобы не подогреть двигатель перед тем, как поехать зимой. Там стоит столбик такой. Вставляешь туда розетку. Ставишь время отъезда. За два часа она подключается. Садишься, уже пришел. У тебя согревшаяся машина. Замечательно. И там можно заряжать. Но дело все в том, что вся эта система там была построена и спроектирована уже давно. И делалась она это в рамках общих проектов. Я не слышал, что у нас кто-то говорил о том, что в стране, или, допустим, даже в той же столице, в Риге, готовится всеобщий проект по созданию систем зарядок в микрорайонах. Ведь по идее как должно быть? У вас должна быть зарегистрированная за вами стоянка, за которую вы будете, и вот дальше следите за руками, за которой вы будете платить, вот за эту стоянку. Вы за нее платите, и за счет этого у вас появляется возможность заряжаться электричеством. То есть платить вы будете обязательно, в любом случае. Вот в чем какая беда. Поэтому фраза о том, что вот мы рассчитываем на зарядку из домашней розетки, это можно сказать правильно. Мы собираемся, планируем те самые зарядки исключительно для людей, живущих в собственных домах. Ну, тогда вы, извините меня, честно, так и должны сказать, что для жителей микрорайонов и для жителей многоэтажных домов вы об этом не думаете. Ну, так сказали и сказали. Вот это очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Ну, не говоря уже о том, что ведь жители не только Риги, но и небольших городков, в принципе, в провинции Латвии тоже, для них, например, эта машина, это единственный способ передвижения, учитывая наше автобусное сообщение, которое сейчас все сокращается, сжимается, как шагриневая кожа расписания. То есть, для них, например, такого рода отсутствие инфраструктуры и, плюс ко всему, заоблачные цены на электромобили просто отсекает возможность, что когда-нибудь они пересядут на этот вид транспорта. Ой, это, вы знаете, это проблема всех зеленых, связана она с возрастной разницей, ситуацией. Большинство, подавляющее большинство людей, у которых в голове зеленые идеи, это люди молодые, у которых здоровые ноги, в общем, у них нету проблем с передвижением. Я сейчас вот общался с петербургскими господами, которые говорят, а зачем нужны эти все машины-то все? Вот давайте все набережные, все автодороги уберем, сделаем парки и сделаем дорожки для велосипедов и для пешеходов. А тем, кому надо, будут ездить на общественном транспорте, ну, на метро, да? Вот. Хотелось бы посмотреть, как вот они часто видят, как вот ковыляют пожилые люди, старики, по лестницам метрополитена вверх-вниз. И эти же самые люди, хочу заметить, которым очень тяжело ходить, могут спокойно сесть в автомобиль и спокойно им управлять. Для очень многих людей в стареющем обществе автомобиль уже совсем не роскошь, а именно следство передвижения. И им не нужны роскошные огромные лимузины. Им нужны маленькие автомобильчики, которыми легко управлять, которые недорогие, которые легко парковать. Но вот об этих, о том, что, собственно говоря, общество все более и более стареет, и там нужно думать именно об индивидуальном передвижении этих людей, как раз зеленые, просто в силу своей молодости и, прошу прощения, глупости, отсутствия опыта жизненного, они не думают. И опять же, возвращаясь к вопросу, так скажем, социальной диспропорции. Британская благотворительная организация Oxfam, она произвела подсчет, сколько выбрасывает углекислого газа люди разного социального статуса. И вот получилось, что 10% самых богатых людей производят половину мировых выбросов углерода, в то время как самая бедная половина людей произносит, выбрасывает только 10%. И ведь речь идет не о нациях, а о людях. Типичный богатый человек, по данным Oxfam, производит в 35 раз больше выбросов углерода, чем кто-то из нижней половины, и в 175 раз больше, чем беднейший. Это не считая выбросов, которые производят уборщики, водители и прочие, то есть те люди, которые этого богатея обслуживают. Oxfam говорит о том, что 40% живет в США, 10% в Китае, ну и 20% в Европейском Союзе. То есть получается очень интересная штука, вот по всем данным, что как раз люди, которые живут в своих собственных домах, ездят на дорогих машинах, они-то как раз в большей степени отвечают за выбросы углерода. И по идее на них должны быть как раз наложены соответствующие экологические рестрикции. А сейчас вот эта перекладка о том, что мы все люди, включая бабушек, пенсионеры, платят налоги. Из этого, так скажем, бюджета начинают помогать кому? Тем, у кого денег и так достаточно. И дальше возникает вопрос. А вы помните, с чего начались в 2018 году выступления желтых жилетов во Франции? С того, что там Макрон, правительство Макрона, решило повысить, создать экологический сбор на дизельное топливо, что ударяло и по самым, так скажем, малообеспеченным, потому что почему зачастую покупают дизель? Не потому, что он пахнет хорошо, а потому, что дизельный двигатель, особенно, если купил поношенную машину, он обходится в эксплуатации дешевле. Ну, пока не сломается, конечно. Фермеры взвыли французские, потому что их трактора на дизеле ходят, а не на электричестве. И ситуация вряд ли когда изменится. И мы помним, что, в принципе, у Франции там в любой момент может сорвать крышку. И это не только Франция. Вот, а вот в чем дело? Польша. Вот мы говорили на прошлой неделе о ситуации с угольной шахтой в Польше, которую собираются закрыть решением европейского суда по жалобе Чехии. Ну, ладно, Чехия, пожаловалась. У поляков претензии к европейскому суду. Вы что, не понимаете, что вы целый регион обрекаете на безработицу? Дальше возникает вопрос. Мы поможем этим безработным? А за какие деньги? Эти же деньги опять будут откуда-то взяты из чьих-то налогов? И вот эта проблема о том, что, собственно говоря, с одной стороны, да, нужно бороться с последствиями глобальных изменений климата и постараться предотвратить дальнейшее развитие ситуации. Но, с другой стороны, ведь нужно понимать, что люди, у которых горизонт планирования – это месяц, от получки до получки, их очень мало волнует теоретизирование о том, что в 2100 году там изменится уровень мирового океана, и американцы, например, потеряют на полмиллиарда или 750 миллиардов недвижимости. Это их мало волнует. Их волнуют свои собственные проблемы. Вот в чем дело. И мне кажется, что для, так скажем, политиков и чиновников, которые занимаются экологическим вопросом, нужно все-таки говорить и говорить о проблемах людей, так скажем, не самых богатых. Вот о чем идет речь. У нас, между тем, разрываются телефонные линии. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Я вам давно уже говорил про корпорации, что и сытый голодного не поймет. Можно ко вчерашнему разговору вернуться, где у вас гостья была про электромобили. Как у нас легко в Латвии придумать должность, заместитель, госсекретаря по внедрению экологических машин, или как там это звучало ее должность. Ну, вы сами задумайтесь, вот медленно, медленно расскажите сами себе ее должность. Заместитель, госсекретаря по внедрению чего-то там экологичного, где будет 10 миллионов, на что они дадут каждой машине по 4,5 тысячи, это примерно в Латвию можно закупить, ну, примерно в Латвии можно купить 2200 автомобилей, но это понятно, что чиновники между собой вот под себя такой закон и сделали. Я живу в пригороде, в небольшом городе от Риги, город Баложи, у нас на всю, на весь город тут есть одна электростанция, которая стоит в центре города возле Дом культуры и детского садика, и рядом нету никаких не частных домов, ничего. Вот интересно, какой автомобиль там первый будет заряжаться, я еще пока что не видел ни одного, будет заряжаться там директора детского садика автомобиль или директора Дом культуры, вот мне как бы интересно будет в этом. Ну, такая реплика. Да, спасибо, да, я понял, больше реплика, чем вопрос. Ну да, ну вот об этом-то идет речь, об этом-то идет речь, что, к сожалению, если бы, вот опять-таки, тут очень же важный момент, когда вы покупаете дизельный, газовый, бензиновый автомобиль, вы покупаете машину, а потом покупаете топливо. В случае же с электромобилем, как бы, вы покупаете и машину, и покупаете, как бы, топливо только авансом. Ну, потому что аккумулятор же стоит больше половины, и большая часть амортизации автомобиля, это будет амортизация аккумулятора. То есть, получается, что вы в значительной мере, покупая электромобиль, авансируете свои поездки загодя, вперед. Есть идея такая, что давайте-ка человек будет покупать электромобиль, вот это реализовано, по-моему, французы, с одним из своих автомобилей, знатоки знают, о чем я говорю, сделали такую вещь, вы покупаете автомобиль, в котором пустое пространство для батареи. Ну, пусто там. И он, кстати, стоит гораздо дешевле любого другого электромобиля, практически такой же, как обычный. Ну, обычного автомобиля же есть пространство для бензина, только бак пустой, да? Так и тут. Здесь есть пространство для батарейки, только батарейки самой нет. Батарейку вы берете в аренду на электрозаправке и вставляют в ваш автомобиль, и вы пользуетесь электричеством этой батарейки. Приехали потом на заправку, вытащили батарейку, вставили вам новую. Понимаете? И вы платите за реальную амортизацию батарейки и за количество электричества, которое вы проездили. Вот такая французская идея. Но почему про нее не говорить тут, я не знаю. Вот это тоже становится непонятно, потому что для очень многих людей это был бы вот именно шагом для того, чтобы решить свой вопрос. Более доступный, да. Это электромобиль. Представьте себе, если бы, допустим, сейчас появились маленькие электромобильчики на рынке, которые реально бы стоили там четыре с половиной, пять тысяч новые, да, да, это была бы тележка на колесах. И люди, которые катаются на роскошных спорткарах, они, что называется, поплевывают на них сверху, да, но для огромной массы людей, которым нужно возить детей в детский садик или в школу, ездить в магазин, поскольку пешком они дойти не могут, а сумки тяжелые, да, вот именно по городу и ближайшим окрестностям. Это было бы решение вопроса. Ну и об этом же нужно говорить, что на самом деле мировой у нас авторынок не может такое предложить? Может. Но вот как раз я считаю, что начинать нужно из того, какие у нас есть потребности, и под них искать решение. А так получается наоборот. Давайте мы сделаем решение, а потом уже посмотрим, что из этого выйдет. у нас еще один звонок. Сделайте радиопотечку. Я вам уже звонил, да, сделал. Я уже вам звонил по поводу вашей темы. У меня как бы предложение есть для наших политиков. Не выдавать эти 4,5 тысячи евро на помощь покупки автомобиля, а вложить эти все выделенные средства на оборудование электростанции. И самый простой вариант это переделывать частично автозапливающие станции, так как их у нас много, и просто добавляют зарядки для электромобилей. Или, допустим, где стоят трансформаторные ящики с высоким током напряжения. Это будет дешевле, чем с нуля что-то пытаться строить и делать. Спасибо. Вот, кстати, хотел бы заметить, Олег, что несколько лет тому назад мне довелось в студии Болткома общаться с одним из руководителей ассоциации автозаправок. Я забыл, как правильно эта контора называется, но это объединяющие вот именно автозаправщиков. И я спрашивал тогда, готовы ли они, как скажем, с конкуренцией с электрозаправками. Они ответили, что никакой конкуренции нет. Они с удовольствием у себя поставят на территории еще и электрозаправку. И там масса достоинств. В том смысле, что и парковка есть, и человек поставил заправляться, пойдет, что-нибудь купит, и там кофейку попьет. И все это под охраной, под видеонаблюдением. И, кстати, очень важная вещь, которая была упомянута. Вы хотите заправлять электромобиль мощным током, а электросеть у вас есть для того, чтобы его заправлять? То есть для того, чтобы где-то посреди условного поля поставить заправку, вам нужно иметь автомат с пистолетом вот этим и бак с топливом, который вы купили оптом. И вот у вас уже заправка. Вспомните, как продавали бензин в 90-е годы. Стоит бензовоз на обочине, пистолет вот вам тут заливают из этого бензовоза. А как вы собираетесь давать электричество посреди поля? или, например, какой-нибудь развязки? Вам же нужно иметь кабель, по которому будет идти ток соответствующей мощности. А до этого вы же его просто так, что называется, на деревьях или на деревянных столбах не разбросаете, значит, вам это нужно прокопать. То есть вопрос как раз заключается в том, что электричество далеко не везде можно эту станцию поставить. и это хорошо бы спросить специалистов по электросетям, где и какие существуют требования для того, чтобы такую станцию организовать. И я не сомневаюсь, что они обратят как раз внимание на то, что далеко не везде это возможно. Вот наш слушатель правильно сказал, трансформаторные станции. Ну да, там тока много. И это, кстати, еще один вопрос, о который хотелось бы задать уважаемой чиновнице, если из многоквартирного дома масса людей ночью начнет качать электричество для своих автомобилей, наши сети это выдержат? Я не знаю, это вопрос. Но все-таки как-то хотелось бы представить себе, обычно ночью и наши сети в общем-то не очень на это рассчитаны. в новых домах там и проводка медная пятая-десята, а у нас огромное количество домов, в которых старая алюминиевая проводка. И вот к этим розеткам вы предлагаете подключать розетку, подключать вилки от этих самых электрокаров и ночью их закачивать. Мы говорим о том, что нужно розетки менять в домах, что они уже так скажем, это старая проводка больше чем за 30-40-50 лет так скажем, изжила себя. И эта проблема, у людей же нет денег на эту такую большую работу. У многих людей нет денег. В общем, мне кажется, что здесь идея-то, конечно, хорошая, благая, общоевропейская, в русле так скажем, общих тенденций, но нужно всегда же смотреть на реальную ситуацию, которую мы имеем у себя в стране. Спасибо большое, Константин Дранкс, программа Климат-контроль, до встречи в следующую пятницу, всего доброго, до свидания, хорошего дня. До свидания. День в день, час в час, минута в минуту, радио.